Гусеница Гусеница считала себя очень красивой и не пропускала ни одной капли росы, чтобы в нее не посмотреться. «Да чего ж я хороша!» — радовалась Гусеница, с удовольствием разглядывая свою плоскую рожицу и выгибая мохнатую спинку, чтобы увидеть на ней две золотые полоски. Жаль, никто-никто этого не замечает. Но однажды ей повезло. По лугу ходила девочка и собирала цветы. Гусеница взобралась на самый красивый цветок и стала ждать. А девочка увидела ее и сказала, «Какая гадость! Даже смотреть на тебя противно!» «Ах, так!» — рассердилась Гусеница. «Тогда я даю честное гусеничное слово, что никто, никогда, нигде, ни за что и ни по чем, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах больше меня не увидит». Трудилась она долго и, наконец, сделала кокон. «Уф, как я устала!» — вздохнула Гусеница. «Совершенно замоталась!» В коконе было тепло и темно. Делать больше было нечего, и Гусеница уснула. Проснулась она от того, что у нее ужасно чесала спина. Тогда Гусеница стала тереться о стенки кокона. Терлась, терлась, протерла их насквозь и вывалилась. Но падала она как-то странно. Не вниз, а вверх. И тут Гусеница на том же самом лугу увидела ту же самую девочку. «Какой ужас!» — подумала Гусеница. «Пусть я некрасива, это не моя вина. Но теперь все узнают, что я еще и обманщица. Дала честное гусеничное, что никто меня не увидит, и не сдержала его. Позор!» И Гусеница упала в траву. А девочка увидела ее и сказала, «Какая красивая!» «Вот и верь людям!» — борчала Гусеница. «Сегодня они говорят одно, а завтра совсем другое!» На всякий случай она погляделась в каплю росы. «Что такое?» Перед ней незнакомое лицо с длинными-предлинными усами. Гусеница попробовала выгнать спинку и увидела, что на спинке у нее колышутся большие разноцветные крылья. «Ах, вот что!» — догадалась она. «Со мной произошло чудо!» «Самое обыкновенное чудо!» «Я стала бабочкой!» «Это бывает!» И она весело закружилась над лугом, потому что честного бабочкиного слова, что ее никто не увидит, она не давала. Бабочки — прекрасные существа, но перед тем, как обрести крылья, каждая бабочка должна какое-то время побыть гусеницей. Первое, что приходит в голову, когда говорят «гусеница!» — это зеленый червячок. Но есть в природе гусеницы, которые совсем на червячков не похожи. На севере Австралии можно встретить ярко окрашенную рогатую гусеницу — личинку бабочки-слизневидки. У слизневидки нет ног, и она передвигается, как улитка. От хищников ее защищает яд сильнее осиного. Из ярко окрашенной гусеницы слизневидка превращается в маленькую скучную бабочку. Гусеница-полярница или волнянка Кузнецова живет в Арктике, на острове Врангеле. Зимой она, свернувшись с кольцов, впадает в спячку, постепенно замерзает, а весной оттаивает и начинает усиленно питаться. Но короткого северного лета не хватает, чтобы накопить сил для превращения в бабочку, и гусенице приходится зимовать снова и снова. Бабочкой она станет только через 6 лет. Кристальную гусеницу можно найти в тропических лесах Южной и Центральной Америки. Складывается такое ощущение, что все тело насекомого состоит из маленьких прозрачных хрустальных капелек. Кристальная гусеница превращается в моль дельцериду, оранжевую и пушистую бабочку. Гусеница хвостатой императорской бабочки выглядит как герой мультфильма и похожа на маленького дракона. Ее панцир зрительно увеличивает гусеницу и отпугивает птиц. Водится хвостатый император только в Австралии и питается нектаром лишь одного растения. Особенностью гусениц мадагаскарской урании можно назвать выделяемую ей шелковую нить. Благодаря ей гусеница с легкостью передвигается по нижней стороне листа, не боясь упасть. Из этой гусеницы получается самая красивая в мире бабочка с переливающимися крылышками. Гусеницы удивительное создание. Существует множество разных видов и почти все они превращаются в красивых и изящных бабочек, которые являются украшением природы. Редактор субтитров А.Семкин